ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нормально выполнять свою работу коммунальщики или не могут, или просто не хотят. В эфире дежурный по городу. Здравствуйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Улица Минская, 32, дома согреваются с трудом. Батареи в квартирах едва теплятся. Холодные, мы ещё тёплых батарей не видели. Как вот сезон пошёл, и он всё хуже, и хуже, и хуже. Все жалуются на отопление, и вот убавляет их. Частная котельная стала частной. В дворе? Прямо во дворе. Ну, там, казалось бы, большое расстояние от котельной. Здесь 50 метров расстояние. По отоплению в ЖКО доходили, потом на Металлургов 60 к начальству ходили. Ну, частная, ничего никто не может сделать. Чуть тёпленький. А вечером он начинает убавлять, в ночь убавляет. Совсем ледяные. Да. А утром опять начинает. Мы-то старики и согреемся. Вот молодёжь с ребятишками, вот они не знаю, как греются. Наливаем пластмассовые бутылки с горячей водой. Постель катаем, чтобы лечь. Постель, потому что у меня больная мама. Вот так вот обогреваемся. С грелками, с бутылками. Улица Максима Горького, 79. Добиться установки новых водосточных труб жильцы не могут на протяжении нескольких лет. Три года обращаемся во все инстанции с тем, чтобы нам организовали водосток. Потому что у нас из-за этого очень серьёзные проблемы. Вода размывает стену абсолютно. Вот трещины здесь шириной раскрытия от 7 до 10 сантиметров. Было обрушение потолков на третьем, четвёртом этаже. На втором этаже, вот прямо над окном, видите, восстановлена кладка. Но это восстановили жильцы на собственные средства, потому что здесь огромный блок кирпичей тоже вывалился. Кроме того, вода течёт в подвал. Жилищная инспекция Самарской области неоднократно выносила предписание в адрес управляющей компании ОА «Альтернатива» директор Шумаков. В августе 2013 года была проверка совместно с прокуратурой Самарского района. Прокуратура также вынесла предписание по устранению вот этих вот недостатков. 28 октября был контрольный срок, в течение которого они должны были устранить неполадки. Но до сих пор водосток не организовывал. Более того, они вот жёлоб-то сделали, но посмотрите, они направили его конкретно в эту трещину. И теперь у нас вся вода, так-то она стекала по стенам, а теперь вся вода течёт в подвал. Так что у нас даже соседка с первого этажа вызвала водопроводчиков. Она думала, что рванули трубы во время последнего дождя, который был, собственно говоря, не сильный. Знаете, такое ощущение, что на эту управляющую компанию просто нет управы. У лица Олимпийская, 25. Чтобы прогреть свои квартиры, жильцы вынуждены пользоваться электрическими приборами и газом. Холодно без конца, холодно у нас без конца. Я даже ночью вот ещё надеваю шерстяные носки, а то и даже валенки. Вот. И что это? И какое? Это уже несколько лет творится. Мы весной промыли батарею, сказала бытро, а пошли. Мне вот не дают больше. У нас вон котенет она. Вот. Ну и вот и мучаешься. А что, тут проручка он приезжает, он как чуть заболеет. Дождька сейчас кашляет, чихает. Газ вообще горел у нас. Газ горит на кухне. Ну, из-за того, что так всё было. И не знаем, вообще уже и звонили, и ходили, и беспорядок. Они, видите, что говорят? Нам дал начальник распорядок вот такую определённую температуру держать, и больше, в общем, нельзя экономить там, что у них. У нас железнодорожная котельная, вот прям за домом 27-м стоит. И они, в общем, этот частник выкупил эту котельную, и поэтому он, вот, экономия у них должна быть там. Что тут раз мы разговаривали с котельщицей, она говорит, нас даже до этого штрафуют, если прибавляют. Да. Это первый... На сегодня это всё. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся.